Спасибо. Добрый день, друзья, коллеги. Небольшую такую разминочку устроим. Давайте поставим огонёчки, хорошо ли меня видно и слышно. Вот. Отлично, спасибо. Заранее приношу свои извинения за то, что у меня будут небольшие паузы. Я немного сегодня не в голосе, поэтому с ведром воды. Но я надеюсь, что суть моего выступления от этого не будет менее интересной. Я на прошлом вебинаре, если тут есть присутствующие те, кто был раньше, обещала рассказать о мероприятии, в котором мы участвовали в марте. Это была выставка нон-фикшн, и, кажется, вот целая вечность прошла. Но любая выставка – это, конечно, неизгладимые впечатления от встречи, от книг. Ну и совершенно другое настроение. Так вот, с 24 по 28 марта проходила эта, наверное, самая долгожданная, такая постпандемийная книжная ярмарка за 2020 год. Так что мы очень ждем, что в конце этого года будет еще одна за 2021. Мы постоянно участвуем в этой ярмарке, представляем наши книжные новинки и уже полюбившиеся книги нашим читателям. Огромным успехом пользовались книги по искусству, «Скандальные произведения искусства». Я вам покажу небольшую подборочку, сделала то, на что люди обращают внимание. Вот такая книга, она у нас вышла в 2019 году, в самом-самом конце. Это альбом о всемирно известных произведениях, произведениях искусства, которые некогда были скандалом, а сейчас классика. И наоборот, были произведения, которые создавались в обыденных условиях, а сейчас являются скандалом. Еще одна книга, которая очень хорошо шла и читатели интересовались, это «Обитательница веселых кварталов», это книга о музах великих, их жизни и влиянии на современное восприятие искусства. В общем, что сделали эти женщины, обо всем мы рассказали. Что еще? Мы возили новинку нашего издательства, последнюю книгу известного мыслителя, политика Гейдара Джимали. Вот она, «Сады и пустоши». Вот такая вот замечательная книжечка. Из этой же тематики представляли культуру неоднозначности и плюрализма. Здесь показан другой образ ислама. Я о ней когда-то говорила в новинках, и вот сейчас мы возили эту книгу, показывали, и интерес был очень глубокий. Это книга известного немецкого исследователя Томаса Бауэра. Так что, если кто не видел, обратите внимание. Еще мы возили «Почему любовь ранит». Вот эта книжечка. Она вышла тоже в самом конце 2019 года. Это книга известного социолога Евы Илуз. Она объясняет феномен любви. Это очень интересно почитать, как профессор антропологии и социологии рассказывает о, казалось бы, таких простых вещах, но не все так просто. И последняя книга была наша новинка, «Что мы обретаем, становясь старше». О безмятежности. Это Бильгельм Шмидт. Исследование о возрасте. Его преимуществах и только. Скажу вот так. Потому что книга очень-очень позитивная. Возили мы и многое другое. Хиты наших продаж и читателей, и вы, дорогие слушатели, можете приобрести или посмотреть не только на выставках, но и в любое время на нашем сайте. Они доступны. Можно полистать и ознакомиться. Ну, интересующие, конечно, вообще хорошо бы иметь и в библиотечке. И переходим к теме нашего вебинара. Сегодня я вам представляю книги, которые мы успели приготовить за три недели апреля. Будет еще, но я их перенесу на наш майский вебинар. Итак, мы подготовили книги по направлениям, по которым стараемся пополнять контент ежемесячно. Это юриспруденция, управление, экономика, информационные технологии. Но есть и новое. Хороший полкниг появился по туризму, по военному делу. Педагогику, как всегда, пополнили. Иностранные языки, как всегда, пополнили. Очень интересными книгами. Еще есть психологи и пара новинок, к серии которых я хотела бы, чтобы вы привыкли. И начну именно на этом вебинаре. Итак, с первой книги начнем. Это из области экономики. Актуальные проблемы развития российской экономики и управления. Это сборник статей. Название этой книги, собственно, говорит само за себя. Актуальными проблемами, проблемам развития российской экономики и управления посвящены материалы третьей международной конференции. Материалы третьей всероссийской конференции, но с международным участием. Эта научно-практическая конференция состоялась в декабре прошлого года в Самаре. Авторы статей этого сборника рассматривают очень широкий спектр вопросов. Они, эти вопросы, требуют пристального внимания и безотлагательного вмешательства. Поэтому и были вынесены в рамки этой конференции. Авторы предлагают пути решения всех стоящих перед нами проблем в сфере экономики и управления. Поэтому книга очень интересная, стоящая, хорошая подборка статей. Следующая тоже из области экономики. Учебное пособие экономика и управления малым бизнесом. Целью настоящего пособия является представление студентам СПО и вузов, обучающимся по направлению подготовки экономики и управления и менеджмента организации необходимых знаний и навыков по экономике и управлению малым бизнесом. В этом пособии в доступном и таком структурированном порядке содержатся основные теоретические аспекты экономики и управления предприятием малого бизнеса. Материалы этого пособия могут быть полезны для преподавателей, специалистов, бизнесменов и всех, кто работает или планирует работать в сфере малого бизнеса. Следующее учебное пособие. Вот оно. Экономические основы управления. Это пособие будет востребовано студентами, которые обучаются по направлению подготовки менеджмента, а также интересно будет преподавателям и аспирантам. Материал может быть использован руководителями, специалистами экономических служб предприятий, потому что в нем изложены основы системной рационализации экономической деятельности, деятельности предприятий для достижения вот этой корпоративной цели бизнеса с оптимальными затратами ресурсов. В общем, очень стоящая книга. Следующая новинка. Принципы бескризисного развития. Это пособие. В нем рассматривается сущность бескризисного развития страны, и автор адресовал эту книгу аппарату госуправления студентам высших учебных заведений, магистрам и аспирантам. Следующая книга. Я вам даже ее покажу. Это замечательное издание. Начнем с того, что это замечательный автор, который принес нам эту книгу. И это постоянный автор нашего издательства, Владимир Викторович Моисеев. Книга называется «Власти бизнес. Актуальные проблемы взаимодействия в России». Чуть-чуть про автора. Владимир Викторович – наша звезда. Мало того, что он доктор исторических наук, профессор, действительный член Российской академии естественных наук, включен в российскую энциклопедию «Выдающиеся ученые России». Кроме того, он еще семикратный лауреат всероссийского конкурса среди преподавателей вузов и научных сотрудников на лучшую научную книгу. Ну, разумеется, номинации у него были «Экономика и управление» и «Гуманитарные науки». Если кто-то из вас заинтересуется и посмотрит на страничку автора на нашем сайте, то очень и очень много интересных книг не только из области экономики, но и из области размышлений и гуманитарных направлений. В общем, такой очень емкий писатель, автор. Про эту книгу. Ну, проблема взаимоотношения власти и бизнеса в последнее время приобрела вполне обоснованную актуальность. В монографии этой рассматриваются теоретико-методологические проблемы экономического взаимодействия бизнеса и власти. Исследуются особенности отношений бизнеса и государственной власти в современных условиях. То есть это вот прям свежий-свежий взгляд. Что здесь еще? Показываются роли институциональных преобразований в развитии этих процессов. Значительное место в книге занимает анализ новых форм и тенденции взаимодействия бизнеса и власти в современных условиях, а также влияние на них экономического кризиса, который был вызван пандемией и западными антироссийскими санкциями. Накануне очередных выборов в Госдуму перед политическим руководством в России встает важнейшая задача определения новых принципов, форм и методов взаимодействия власти и бизнеса, как на федеральном, так и на региональном уровне. Этим проблемам и посвящена данная монография. Книга написана очень простым, доступным языком, легко читается. Ну, если говорить несколько слов о том, для кого она, ну, кроме того, что это может быть широчайший круг читателей, издание предназначено для студентов, аспирантов, специалистов, ну, собственно, всех тех, кто интересуется экономическими и социально-политическими проблемами развития современной России. В общем, интереснейшая книга, я вам рекомендую. Вот еще раз показываю. Кто заинтересовался, обязательно посмотрите. Мы переходим дальше. Учебное пособие принятия управленческих решений из сферы управления и менеджмента. Это пособие поможет в обретении навыков и компетенций, которые связаны с принятием эффективных решений. В этом издании рассматриваются два направления теории принятия решений, нормативное и дескриптивное. Углубленно анализируется рациональный процесс и исследуются причины отхода от этой самой рациональности. Адресуется это пособие студентам технических и экономических специальностей, изучающих дисциплины, которые связаны с принятием решений в управлении и слушателям Института повышения квалификации, переподготовки и практикующих менеджеров. Вот такая тоже широкого спектра использования книга. Юриспруденция права. В этой области мы взялись за издание учебного пособия «Особенности расследования получения взятки в системе высшего образования». Не сказать, что был у меня соблазн поместить эту книгу в раздел педагогики, но я считаю, что это неправильно. Это все-таки юриспруденция. Тема взяточничества не сходит с полос передовиц новостных программ уже никогда, уже длительное время. В связи с этим, издание, которое наше издательство представляет, оно имеет, конечно, особую актуальность. Авторы этого пособия рассматривают структуру и дают определение содержания криминалистической характеристики получения взятки именно в системе высшего образования. Выделены алгоритмы действий следователя, перечислены следственные ситуации и пути их разрешения, даны конкретные практические рекомендации для следователей, расследующих уголовные дела вот этой категории. Пособие это предназначено для студентов, преподавателей высших учебных заведений, научных работников, следователей, прокуроров и судей. Я думаю, что если еще и преподаватели почитают, это будет очень и очень неплохо. Я, конечно же, не про нас, расскажете тем, кого подозреваете. Следующая книга из области информационных технологий «Защита информации в системах беспроводной передачи. Лабораторной практики». Лабораторные работы, которые вошли в эту книгу, помогут в изучении теоретических и практических аспектов защиты компьютера и информации от вредоносных программ. Кроме того, помогут в изучении системы и методов защиты и испытания надежности технологии Wi-Fi в различных режимах работы. Будет интересен этот практикум студентам, которые обучаются по специальности компьютерные сети. Следующая книга тоже из области информационных технологий. «Технические средства информационных технологий». Это учебное пособие. Ну, наверное, я не могу отметить, не отметить, что эта книга нашего постоянного автора Степана Харлановича Карпенкова, это профессор, они удостоены премии правительства Российской Федерации в области образования. Это пособие, вот конкретно это, выдерживает уже четвертое издание. А это о многом говорит. Предназначено оно студентам вузов, техникумов и колледжей, которые изучают информационные технологии, вычислительные системы, наноэлектронные технологии, высокоточное приборостроение и другие технические предметы. Книга эта заинтересует и разработчиков высокочувствительных преобразователей и накопителей информации большой емкости. В учебном пособии рассматриваются различные современные технические средства, нанотехнологии. Вот это, на мой взгляд, один из самых интереснейших разделов в этой книге. Кроме того, рассматриваются технические средства информационных технологий, которые включают перспективные магнитные накопители с высокой поверхностной плотностью записи и воспроизведения информации. То есть очень-очень глубокая тема. Их изучение особо актуально в связи с тем, что в современном обществе все больше внимания уделяется развитию информационных технологий, широко внедряемые в различные сферы деятельности человека. Следующая книга из области управления качеством. Статистические методы в управлении качеством и инновациями. Это учебное пособие. Автор этого пособия рассказывает о теоретических, методических и практических аспектах статистических методов в управлении качеством и инновациями, не упуская из внимания контроль качества продукции и услуг. Адресовано это пособие бакалаврам, которые обучаются по направлению подготовки управления качеством и инноватика. Может быть рекомендовано для использования в учебном процессе при изучении тематики, тем, которые связаны с контролем качества продукции и услуг. Тоже очень нужная книга в этой области. Следующая. Из математики мы в апреле подготовили, пожалуй, только эту книгу. Прикладная математика. Из области прикладной математики численные методы математической физики. Это учебное пособие для вузов. Оно написано на основе многолетнего опыта преподавания дисциплины прикладная математика. Я отмечу, что это тоже не первое уже издание. Эта книга выдерживает уже третье издание. Говорит это о востребованности книги. Авторам приведены основные постановки граничных и начально-граничных задач для линейных уравнений математической физики с частными производными первого и второго порядков. Издание это ориентировано на студентов вузов. Пропадает голос. Внимание. Надо же, прямо на математике. Ориентировано это издание на студентов вузов по направлению подготовки прикладная математика. Но, конечно же, оно будет интересно и полезно всем, кто изучает вычислительную математику в принципе. Инженерно-технические дисциплины. Монография «Эффективность систем тягового электропривода, электромобилей и гибридных транспортных средств». Это книга постоянных наших авторов, которые пишут удивительные вещи. Собственно говоря, очень узкие и ранее освещаемые темы только в составе каких-то крупных учебников, учебных пособий. И эта книга тоже довольно узкой тематики. Вот авторы этой монографии поставили перед собой основную задачу рассмотреть комплекс инженерных и экономических подходов, которые позволяют определить перспективы развития в области эффективного использования электромобилей в нашей стране, в России. Отмечу, что одной из важных особенностей этой книги является то, что в ней наряду с обоснованием выбора рациональных тяговых систем электромобилей и рекомендаций по выбору для них источников энергии рассматриваются взаимосвязанные инженерно-экономические и социальные аспекты применения электромобилей в транспортной системе нашей страны. Вообще возможно ли это? Монография может быть полезна инженерно-техническим работникам предприятий автомобильной промышленности, специалистам сервисных служб. Ну и, конечно, авторы надеются, что книга окажет помощь инженерно-техническим и научным работникам при проведении исследований и оценке эффективности применения на электрофицированных транспортных средствах различных тяговых систем источников тока. Издание снабжено иллюстративным материалом, то есть оно с иллюстрациями. Голый текст в таких произведениях не используется, поэтому мы сделали все максимально понятно, максимально раскрыто. Это, конечно, совместно с авторами. Следующая книга тоже из области инженерно-технических дисциплин. Основа технологий создания радиоэлектронных систем. Это учебно-методическое пособие для практических и курсовых работ. Изучение основ технологий создания радиоэлектронных систем является важным элементом формирования профессиональных компетенций целого ряда направлений подготовки бакалавриата в первую очередь. Инженеров, физиков, IT-специалистов и других. Представляем вам пособие, в котором, помимо методических указаний, в сокращенной форме дается теоретический материал, достаточный для выполнения практических работ. Адресуется он бакалавром в направлении подготовки физика, ракетные комплексы и космонавтика. А также может использоваться для направления подготовки информационной системы и технологии. Друзья мои, я сделаю небольшую паузу. Никуда не уходите. Сейчас я приду. Мы все помним, да, про ведро воды, которое у меня стоит, и необходимость промочить горло. Итак, тем не менее, мы переходим к следующему нашему полукниг. Почему полу, сейчас объясню. Замечательная серия у нас подбирается. «Лазерная техника и технология». Это книги одного автора в рамках проекта «Е-Корсар». Это, как я уже говорила, серия «Лазерная техника и технология» под редакцией доктора технических наук профессора-специалиста в области лазерной техники и технологии Александра Григорьевича Григорианца. Если кто-то не знает, что это за проект «Е-Корсар», то это поиск заданных книг, необходимых для процесса обучения в ВУЗе или для использования в библиотеке. Это то, что мы делаем по заданию от ВУЗов, находим нужные книги и, конечно же, используем их по полной программе и для предоставления доступа к ним и для продажи в печатном виде. В общем, очень и очень такие неплохие у нас результаты поиска. Но вернемся к этой серии. Издания эти эксклюзивные. В настоящее время они, конечно, очень востребованы. Иначе «Е-Корсар» бы не существовал. Впервые в России эти работы по этому направлению вышли в свет в 88-м году. Второй раз они издавались уже в Китае. И вот сейчас мы их издали. И в третий раз они публикуются в нашем издательстве. Адресованы они студентам технических ВУЗов. И, ну, конечно же, могут быть использованы и практическими работниками. В общем, обратите внимание на эту серию. Это действительно такие уникальные книги. Следующая монография. «Пути повышения энергообеспеченности сельскохозяйственных предприятий и сельских поселений путем цифровой трансформации энергетики агропромышленных комплексов и строительств цифровых мини-ГЭС». Вот такое сложное название. Но значимость этой книги, конечно же, неоспорима. Исследование посвящено актуальной проблеме «Повышение энергообеспеченности в агропромышленном комплексе». Авторами подробно освещены состояния, тенденции, перспективы развития малой гидроэнергетики, дана классификация малых гидроэлектростанций, проанализированы их достоинства и недостатки, что очень важно. Большое внимание авторы уделяют мировому опыту в малой гидроэнергетике, а главное, они обосновали рекомендации по повышению энергообеспечения сельского хозяйства и сельских территорий. Издание это предназначено для системы профессиональной переподготовки и повышения квалификации, а также для научных работников и специалистов в области энергообеспечения АПК. Вот такая вот весомая книга у нас получилась. Как я и говорила, мы каждый месяц стараемся вносить такой пул книг, которыми не то что не занимались, но занимаемся время от времени. Есть пул книг тем направлений, которые мы постоянно публикуем, пополняя наш контент, а есть те, к которым периодически приходим в зависимости от того, какая книга к нам прибыла. И вот в апреле, что удивительно, было много книг по военному делу. Я вам сейчас про них расскажу. Первая из них — это модернизация среднего специального военного образования в условиях реформирования российской армии. Актуальность этой монографии обусловлена объективной потребностью общества в подготовке профессиональных военных и, прежде всего, офицерского корпуса, способного эффективно решать задачи по защите своего государства. В этом издании рассмотрены перспективные направления в условиях армейских реформ на основе социокультурного анализа. Исследование это автор адресовал научным работникам, преподавателям, аспирантам, студентам, курсантам. В общем, очень-очень широкий круг применения, но в то же время это не для широкого читателя, а именно для определенной категории, для военных лиц. И может заинтересовать и тех, кто занимается социологией, ну вот это довольно узкая тема военного дела. Актуальность издания обусловлена объективной потребностью общества в подготовке профессиональных военных. Так что эта книга появилась как нельзя вовремя. Еще одно интересное издание. Технологии обеспечения диверсификации предприятий как способа сохранения потенциала обороны промышленного комплекса. Эту книгу я даже готова вам показать. Вот она. Уже прибыла в печатном виде в наше издательство. Многие запрашивают ее наличие, поэтому мы долго ее ждали. Положения и гипотезы, высказанные в этой книге, позволяют наметить пути решения актуальнейшей проблемы перепрофилирования предприятий обороны промышленного комплекса. Автор книги, практикующий, арбитражный, управляющий с многолетним стажем работы на кризисных предприятиях. Она раскрывает основанную на практическом опыте, концепцию и методологию решения этой задачи. В общем, книга очень-очень емкая и довольно сложная. Материалы этого издания заинтересуют руководителей оборонных предприятий, которые стали на путь диверсификации, производства, арбитражных управляющих и, конечно, преподавателей вузов и студентам. Так что обращаю ваше внимание. Следующая книга. «Урегулирование конфликтов. Пособия по методам анализа и разрешения конфликтов». Это учебное пособие знакомит преподавателей и студентов с актуальными проблемами анализа и урегулирования конфликтов. Рекомендации данного пособия могут быть использованы в целях анализа и прогнозирования конфликтных процессов в Евразии и процесса мирного урегулирования. В первую очередь издание это адресовано студентам вузов, изучающих проблемы регионоведения и региональных конфликтов. Конечно же, оно будет интересно всем специалистам, кто интересуется данной проблематикой. «Туризм». Вот интересный у нас пул книг получился по туризму в этом месяце, в частности, по морскому туризму. Из этой серии апрельских книг я представлю вам первое учебное пособие «Агентирование судов как основа портового пассажирского сервиса». Замечательный автор, крымчанин, море ему близко, и он видел его и знает о нем не понаслышке, написал такое замечательное учебное пособие. В нем рассматриваются насущные вопросы, которые связаны с важностью сегмента международного морского туризма на современном этапе в общей системе организации туристской деятельности в собственной республике Крым. Издание это предназначено для студентов и аспирантов высших учебных заведений, изучающих управление туристской индустрией, вопросы организации и развития международного морского туризма. В общем, такая очень и очень емкая, интересная книга получилась. И еще одна книга этого же автора «Морской туризм. Учебное пособие». Что-то у меня тут задвоилось, но я его прочитала. Еще одна книга этого же автора Виктора Вениаминовича Селиванова «Морской туризм». Актуальность этого издания заключается в том, что роль морского туризма как значительного сегмента мировой экономики, она постоянно растет. Этот вид деятельности относится к высокоэффективным отраслям хозяйствования, которые динамично развиваются. Тем более после решения крымчан стать нашей частью, здесь уровень экономической отрасли хозяйствования вырос в разы. Пособия предназначены для студентов и аспирантов высших учебных заведений, изучающих управление туристской индустрией. Следующая книга тоже из области туризма. Кто еще не обедал, мне вас жаль. Это «Гастрономический туризм. Теория и практика. Учебник». Кухня любой страны – это свой особый мир, конечно, яркий, острый, изысканный, порой заимствованный и безликий, конечно. Как показывает мировая практика, гастрономический туризм показал себя достаточно доходной статьей национальной экономики, и не случайно за его развитие взялись даже те страны, о гастрономической культуре которых мы раньше вообще ничего не знали. Мы надеемся, что в этой связи учебник, который мы представляем, будет интересен, потому что раскрывает аспекты разработки, концепции развития гастрономического туризма в Узбекистане, например. Издание предназначено для студентов вузов, научных работников, специалистов, практиков и широкого круга читателей. Конечно же, мы все помним, что, в принципе, основные задачи туризма – посмотреть и поесть. Поэтому это надо делать с умом, и как об этом во всем написано в учебниках. И переходим плавно к иностранным языкам. Представляю вам два пособия, которые предназначаются студентам, имеющим языковую базовую подготовку по немецкому языку и которые владеют лексическими и грамматическими минимумами. Здесь два издания, одной группы авторов – «Речевое взаимодействие в пространстве национальной компетенции» и «Речевая деятельность и ее виды». Оба эти издания станут хорошим подспорьем в совершенствовании лексических знаний, навыков и умений, самостоятельного чтения и общей практики немецкого языка. Но если говорить конкретнее, то первое пособие – «Речевое взаимодействие в пространстве» и «Национальной компетенции», оно предназначено для обучающихся первого, второго курса уровня бакалавриата и специалитета факультетов технических и экономических специальностей, на которых изучается немецкий язык. А второе пособие – «Речевая деятельность и ее виды» это пособие адресовано обучающимся СПО технических и экономических специальностей. Ну, по сути, вот как бы и вся разница. Следующая парочка книг тоже по иностранному языку – «Лексическо-грамматический аспект репрезентации современной речи». И второе пособие – «Основные лексическо-грамматические темы современного английского языка». Эти пособия помогут в развитии речевой профессиональной деятельности. В этих изданиях представлен лексический и грамматический материал, который позволяет обобщить полученные знания, теоретические знания, тесты, задания, упражнения – все это поможет в формировании различных компетенций, навыков чтения, перевода, и все это здесь есть. Также это все помогает усвоению терминологии в различных областях знаний. Ну, в общем, такие комплексные учебные пособия. С учетом специфики, одно из пособий адресуется студентам бакалавриата специалитета первого и второго курсов, а второе учебное пособие предназначено для учащихся колледжей и техникумов. Ну, собственно, как и предыдущая пара книг по иностранному языку. Давно мы не представляли книги по журналистике, и вот оно – «Правовые основы журналистики. Учебник для бакалавриата». Это такой капитальный учебник для студентов бакалавриата, которые обучаются на факультетах журналистики. Учебник этот может стать для них настольной книгой по защите профессиональных прав и новым пособием по юридической технике безопасности. Ну, наверное, это все, что я могу об этом учебнике сказать, но то, что он достаточно подробный и действительно название «настольной книги» претендует – это абсолютно точно. Деловое общение. Наша новая книга «Учебное пособие. Деловое общение» призвана помочь студентам овладеть знаниями и умениями в области делового общения и реализовать их в процессе общения и взаимодействия с другими людьми. Особенностью этого учебного пособия является его комплексный характер. Деловое и неформальное общение рассматриваются в тесной взаимосвязи. Зачастую на практике трудно разделить два вида общения и провести между ними какую-то жесткую грань. В этом пособии есть схемы, рисунки, таблицы, которые помогают структурировать теоретические знания. А вопросы для самопроверки и размышлений не только закрепят то, что получили, но и разовьют путем поиска ответов на эти вопросы, ответов, которые требуют анализа, сравнения, классификации. Издание предназначено для магистрантов педагогических вузов, аспирантов, а также преподавателей, студентов вузов и колледжей. Вот такое вот интересное издание. «Социология. Сбой социальной матрицы». Такая неоднозначная книга. Это монография. Сейчас расскажу, почему. Друзья, давайте огонечки зажжите, а то мне кажется, что я одна. Все в ли меня хорошо слышно и видно. Ура, ура, ура. Кто-то здесь есть. Отлично. Итак, «Сбой социальной матрицы». Предложенная вам книга для внимания, она содержит темы, которые охватывают основные сферы жизни украинского общества. Сейчас у нас не то, что нарастает, но все везде обостряется, во всех областях. Чехия, Украина. Если вернуться к этой книге, то темы здесь рассматриваются тоже очень неоднозначные. Они рассматриваются сквозь призму функционирования социальной матрицы общества. В этой монографии дано понятие, разумеется, в социальной матрице исследуются ее сбои и сдвиги. Используя эти понятия, автор рассматривает развертывание социальных процессов в основных сферах украинского общества. Издание это адресовано научным работникам, преподавателям, аспирантам и студентам высших учебных заведений, а также всем, кто интересуется проблемами современной социальной ситуации на Украине. Эта книга стоит на грани политологии и социологии, поэтому она настолько интересна. Ну и актуальна, сами видите. Следующая книга «Интуитивная основа разума». Мне кажется, с таким насморком я не способна прочитать латынь. В этой работе была сделана попытка изложить исторические этапы формирования европейской рациональности. От самых истоков, где только начинает формироваться база рациональности, к расцвету современной науки. Автор рассматривает в нерациональный фактор человеческого мышления и сознания, показывая многогранность проявления интуиции. В общем, книга очень и очень интересная, поэтому обратите на неё особое внимание. И переходим дальше к психологии, методологии, организационной психологии. Это была пауза. Учебное пособие. Это учебное пособие поможет, скорее, магистрантам освоить научные основы организационной психологии. Автор показывает специфику, методологии организационной психологии, характеризует элементы понятийного аппарата этой психологии, раскрывает основные вопросы содержания категорий организационной психологии. Для эффективного развития профессиональных компетенций приведены контрольные вопросы, задания для самостоятельной работы, способствующие освоению теоретико-методологических основ организационной психологии. Ну, в общем, такое стандартного вида учебное пособие со всеми закрепляющими моментами. Из области педагогики уже следующая книга – «Социальная педагогика», словарь. Вообще, мы выпустили несколько книг этого автора, учебники, учебные пособия, и, наконец-то, дождались словарь. Все они из области социальной педагогики, и в своей целостности, наверное, составляют такой прям комплекс. Что касается словаря. Это такой фундаментальный словарь по социальной педагогике. Он содержит около четырех тысяч понятий, терминов, слов и выражений. Он будет востребован студентами, которые изучают социальную педагогику и социально-педагогическую деятельность. Аспирантам, преподавателям, исследователям проблем социальной педагогики, социальной работы, а также практикующим работникам образования. Обратите на эту книгу внимание. Поместила я в раздел «Педагогики» и вот такой вот сборник. «Образование XXI века. Тенденции. Взгляд в будущее. Материалы. Третья Всероссийско-научно-практическая конференция». Обратите внимание, что эта конференция была проведена в конце февраля. Сегодня у нас апрель, и книга уже представляется. Это очень оперативная работа, несмотря на то, что вообще готовить сборники конференции достаточно большой труд. На этой конференции обсуждались инновационные формы работы, которые применяются на всех этапах образовательного процесса. Образовательный аспект в нашем российском обществе всегда был одним из первостепенных. В связи с этим издание это очень актуально и будет полезно педагогам, учителям, воспитателям, студентам, средних профессиональных образовательных учреждений и вузов, тем, кто получает педагогическое образование. Вот это самая свежая информация, то, что обсуждают именно сейчас в педагогическом обществе. Проблемы, их решения. Из области педагогики следующее учебное пособие – педагогическое проектирование. Это учебное пособие поможет в формировании у студентов способности и готовности анализировать учебно-профессиональный и производственный процесс, проектировать и оценивать педагогические системы и образовательный процесс с учетом требований работодателей, планировать и организовывать мероприятия, которые направлены на профессиональное развитие работников, профессионально-педагогических работников, управлять методической учебной и научно-исследовательской работой с применением современных технологий. Издание это адресуется студентам, магистрантам и аспирантов вузов. В общем, очень такая емкая книга получилась со множеством тем, которые рассматриваются и именно актуальны в современном образовательном процессе. Следующая книга. Вы знаете, что мы регулярно выпускаем книги особые, не оставляем эту тему, поэтому логично было предположить, что и в нашем новом издательском месяце мы тоже выпустим книгу, которая поможет в решении особых проблем. Педагогические системы воспитания детей с речевыми нарушениями. Это учебное пособие вышло у нас в апреле. Особо остро в российском обществе стоит проблема успешной социализации лиц с ограниченными возможностями здоровья. Важным конструктивным шагом на этом пути призвана стать их инклюзия в образовательное пространство нашей страны. Автор этого учебного пособия предлагает пути решения данной проблемы. В частности, дается целостное представление о педагогических системах воспитания детей с речевыми нарушениями. Адресуется это пособие обучающимся направлении подготовки специальной дефектологической образования по профилю благопедии психолого-педагогического сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья. Вот для этих направлений. И переходим к истории России. И к истории, в частности, истории России. Здесь мы выпустили учебно-практическое пособие. Обычно по истории я вам даю обзор большего количества книг. Но в этот раз здесь одно пособие. Чуть позже узнаете почему. Учебно-практическое пособие. Оно будет востребовано при подготовке к практическим занятиям по дисциплине «История России» для студентов СПО и высших учебных заведений неисторического профиля. Темы, которые здесь затрагиваются поэтапно, начиная с VI-XII веков, подводят читателя к современности и ее актуальным проблемам. Проблемам, которые связаны с модернизацией России. Ну и, конечно, вообще издание учебников по истории. Чем ближе к нам, тем он интереснее, этот учебник. У всех есть свой взгляд. И как подвести вот к этому моменту современности. Вот это очень важное умение. И на наш взгляд автор этого пособия очень успешно с этим справился. Следующий полкниг у нас по искусству. Введение в методологию театрального любительского творчества, паттерны самоорганизации. Это учебник, который, по мнению рецензентов, не имеет аналогов в системе высшего профессионального образования. В издании изложена история формирования и развития научной методологии и теории театрального любительства. Дано широкое углубленное представление о концептуальных и метатеоретических взглядах исследователей. Исследователей как теоретиков, так и практиков на природу любительского творчества. Автором создана такая целостная картина эволюции различных форм любительского театра. Издание это рекомендовано обучающимся по профилю подготовки теории и методикой профессионального образования, а также преподавателям СПО и не только СПО, но и высшего образования, читающим родственные дисциплины. Рекомендован этот учебник и по направлению подготовки народная художественная культура, по уровню бакалавриата, профиле руководства любительского театра и театральное образование. Это уже уровень магистратуры. Не можем никак проститься с театром, тем более уже скоро конец сезона. Специфика работает над драматургией короткометражного игрового бездиалогового фильма. Продолжая тему искусства, публикуем вот такое пособие. Основная цель этого пособия – помочь начинающим сценаристам в сложном процессе создания сценария короткометражного игрового бездиалогового фильма с помощью таких приемов, как сторителлинг, да, слышали? Самоидентификация, а также комплекс заданий и упражнений, которые способствуют поэтапному процессу формирования необходимых навыков и умений по созданию киносценариев на основе даже небольшого жизненного и человеческого опыта семнадцатилетних, девятнадцатилетних студентов-первокурсников. Адресовано это пособие студентам специальности направления режиссура кино и телевидения профиль режиссер-мультимедиапедагог. Вот такая интересная книга. «Советская кинофантастика. В зеркале кинокритики и зрительских мнений». Это монография нашего постоянного автора. Здесь предпринята попытка дать широкую панораму советских игровых фантастических кинолент, включая телевизионные, в зеркале мнений кинокритиков, киноведов, зрителей. Материал книги может заинтересовать преподавателей высшей школы, студентов, аспирантов, исследователей, кинокритиков, тех же киноведов, журналистов, а также широкий круг читателей, всех любителей кино, тех, кто интересуется историей киноискусства, проблемами кинематографа, кинокритики и киносоциологии, скажем так. А вот и объяснение, почему историей была только одна книга. В апреле вышли несколько книг потрясающей серии «Люди судьбы эпохи». Это наша новая серия. Мы открыли ее книгой о Вильгельме II. Это продолжение. Очень разные персонажи, очень разные среды обитания, условия. В общем, все окружение очень-очень разное в этих книгах. И единственное, что их объединяет, это уникальность. Мы хотим об этом рассказать именно в этой серии, о том, какие были люди, какие удивительные судьбы и как много эпох на самом деле прошло. Что касается этой книги. «Год среди каннибалов. Северо-западная Амазония». Эта книга переводная. Амазония всегда манила своей загадочностью путешественников. путешественников, ученых. Одним из первых туда в начале XX века отправился британский офицер Томас Уиффен. Путешествуя по землям верховья реки Амазонки, он тщательно изучил традиции и быт местных индейцев-каннибалов. Читателям мы предоставляем уникальную возможность на основе этих записей по крупицам воссоздать практически исчезнувшую в эпоху глобализации культуру. Издание это снабжено богатым иллюстративным материалом, большим количеством фотопластин, а также картами с QR-кодами. QR-коды – это, вы знаете, современная технология, экономичная современная технология размещения иллюстрации в книге, когда мы своими гаджетами можем навести на QR-код, и нам откроется полноценная иллюстрация, но на нашем устройстве. Так что QR-кодами мы активно пользуемся, и в этой серии не исключение. QR-коды могут помочь детально воспроизвести изображение, поэтому не бойтесь, книг с QR-кодами – это очень-очень интересно, а главное, мы глубже узнаем, подробнее рассматриваем то, что нам представляют. Еще одна книга из этой же серии, так получилось, что она тоже вышла у нас в апреле, удивительная книга «Мировая революция. Воспоминаниям» Масарик, Томаш Гарик Масарик. Это первый президент Чехословацкой республики, ставший для чехов национальным героем. Вот то, что сейчас происходит в наших отношениях с Чехией, на самом деле мы же всегда были близки друг к другу, и у них есть замечательные люди, и эпохи, и у нас, и так есть в каждом государстве. Тем не менее, мы готовы показывать свое восхищение, и наше издательство показывает восхищение вот этой книгой. В этих мемуарах, которые посвящены на довольно сложному для всего мира периоду 2014-2018 годов, Масарик рассуждает о положении своей страны во время Первой мировой войны, а также вспоминает о поездках в Европу и в США, где он активно работал над признанием независимости своей страны. Как думали люди в этой стране в начале прошлого столетия, я рекомендую прочитать именно в книге этой серии «Люди. Судьбы. Эпохи». И это была последняя книга из наших новинок «Апреля». Помните, да, что мы активно выкладываем, не дожидаясь нашего вебинара по новинкам, сразу же выкладываем готовые книги на наш сайт directmedia.ru. Также вы можете их посмотреть в наших соцсетях, Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте. Ну а кто готов слушать мой чарующий голос, ждет мая месяца, будут следующие наши новинки. Друзья, я с вами прощаюсь. Если никаких вопросов нет, то отпускайте меня скорее. Спасибо, спасибо, что пришли. Всего доброго, я с вами прощаюсь. А Татьяна у нас скоро выйдет и закроет этот вебинар. Всего доброго, до свидания. Хороших вам майских праздников. Тем более, по-моему, они сегодня стали... Субтитры сделал DimaTorzok